До президентских выборов осталось меньше двух недель. В Донецке, несмотря на общественно-политическую ситуацию, подготовка ведется в плановом режиме, сообщил мэр. В окружных избирательных комиссиях заканчивает оформление реестров голосующих. Наша позиция такова, что нельзя лишать людей права выбирать. И пока государство обеспечивает социальные выплаты, человек должен иметь право выбрать руководителя государства. В Донецкой области на данный момент окружных комиссий создано 14 из 22. Однако выборы президента в стране признаются стоявшимися даже в том случае, если отдельные города или весь регион в целом не проголосуют. И мы надеемся, что эти проблемы будут устранены. Окружные избирательные комиссии созданы во всех областях страны, кроме Донбасса. Ранее представители ДНР заявляли о том, что будут препятствовать проведению выборов в регионе. И Славянскому окружную комиссию вынесли в другой город. По всем городам у нас обеспечивается пока, слава Богу, необходимый регламент, который утвержден Центральной избирательной комиссией. Мы ставим задачи перед правоохранительными органами, чтобы на каждом участке было достаточно сил для того, чтобы обеспечить безопасность всех участков по Донецкому региону. Опрошенные нами дончане по-разному относятся к предстоящему голосованию. Сейчас проводить здесь президентские выборы бессмысленно. В принципе, как это было и до референдума, потому что в такой ситуации, в военном положении в стране, в наших регионах, когда здесь армия стреляет по людям, как можно в таких условиях вообще какие-то выборы проводить? Половина населения за то, чтобы жить с Украиной, как и дальше. Поэтому выборы нужны. И чтобы люди прошли, проголосовали, чтобы потом не было так, чтобы не были учтены голоса поддонецких и луганских регионов. Неочередные выборы президента Украины проведут 25 мая. Печать бюллетеней не планируют начать в конце этой недели. В избирательных участках по всему региону будет около 2,5 тысяч. Сергей Ганесян, Андрей Горячев, Панорама.